Всем привет! Сегодня будет необычный ролик, потому что мы считаем важным продолжать говорить о войне. И сегодня у нас будет очень интересное интервью, которое мы считаем важно посмотреть всем. У меня есть лучшая подруга, с которой мы знаем друг друга с самого-самого детства. Года четыре назад она встретила свою любовь и переехала в Украину. То есть она россиянка, которая переехала и живет в Киеве. 24-го числа, как и у всех у нас, у нее жизнь особенно изменилась, потому что они проснулись под звуки бомбежки. И ей пришлось уехать из Украины, чтобы не чувствовать себя опасность, на какое-то время ко мне в Польше. У нас есть об этом интервью, обязательно посмотрите его, если еще не видели. Полина не осталась здесь в Польше, она уехала к своему мужу обратно в Киев. Сейчас в Киеве непростые времена, поэтому мы решили с ней связаться по видеосвязи, чтобы узнать, как живет Киев, как живет она, как они живут в этих непростых сейчас условиях. Поэтому, пожалуйста, не забудьте подписаться на этот канал, проверьте, подписаны вы или нет. Потому что подписка и обязательно лайк этому видео позволяют продвигать это видео, чтобы его увидело как можно больше людей, как можно больше людей. Посмотрело, как сейчас живет Киев, что происходит сейчас, что война продолжается. Об этом важно говорить. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк, и давайте свяжемся с Полиной. Привет, Полина! Многие видели первый ролик о том, как ты была у нас, приехала из Киева к нам. Но не все же это видели, и не каждый может посмотреть, поэтому давай коротко ты расскажешь, что происходило с тобой после 24-го числа. Ну, 24-го февраля мы с мужем проснулись где-то в 5 утра от взрывов, перепугались, все решения принимались в спешке. Мы уехали во Львов сначала, волонтерили, встречали разных людей. Много кто в тот момент ехал во Львов и на Западную Украину. Я в марте, по-моему, решила поехать всё-таки в Польшу к вам, где будет безопаснее и чуть можно будет выдохнуть. Вместе с мамой своего мужа, со свекровью, я приехала в Краков. Сколько ты прожила, и когда, и почему ты решила вернуться в Киев? По-моему, пару месяцев. Я побыла в Кракове, ещё съездила к сестре в Германию. После 9 мая, ну, муж вернулся в Киев ещё в апреле, и я знала, что там происходит, что уже более-менее стабилизировалась ситуация. И, конечно же, очень скучала, хотела вернуться домой. Потому что жить на чемоданах, хоть и в хорошем доме, у друзей, и в хорошей обстановке, это здорово, но хочется тоже к родному человеку и в свой дом. Вот, и поэтому после 9 мая я вернулась в Киев. Тогда ещё было ощущение, что после 9 мая что-то изменится. Либо что-то страшное произойдёт, и после чего можно будет вернуться, либо что как будто бы после этого пойдёт всё на спад. Ну, что-то такое витало в воздухе. И, в общем, после 9 мая я поехала обратно. Ну, один раз я ещё выезжала за документами в Польшу тоже. Но с июля я здесь нахожусь постоянно. Вот смотри, ты когда приехала из Украины в Польшу к нам, ты говорила, что первые дни у тебя был такой немножко шок. Как, типа, люди здесь продолжают жить? Ну, не в плохом смысле, что у тебя был диссонанс того, какая разная жизнь здесь. Ты, получается, вернулась в Киев. Какое у тебя было первое впечатление? Что ты ожидала видеть, и что было там вот в первый день, когда ты увидела Киев? Ну, во-первых, я ездила на автобусе всё время. И, соответственно, ехали мы по Житомирской трассе. Житомирская область и Киевская область — это то, что было... Где было наступление первые месяцы, первые дни, недели. Где были очень активные бои. Это вот как раз Буча, Эрпень. Всё на подъезде к Киеву. Так как мой муж изначально из Житомирской области, эту дорогу я хорошо знаю. Мы часто по ней ездим к его родным. Первым таким впечатлением было шок видеть разрушение на этой дороге. То, как всё расстреляно. Видеть какой-то танк на обочине. Видно, что сюда стреляли, и вокруг всё чёрное. Наверное, вот такие вещи. Но хотя я отчётливо помню, что когда я только въехала в Украину на территорию, я прям была очень рада. Типа, класс. Как здорово, что я вернулась. Я время ехала такая, улыбалась в окно. Ещё, ну, тебя не сразу же встречают это такими разрушенными городами. Сначала ты едешь по западу, и там коровки пасутся, луга, горы. Так красиво, радостно. В Киеве я была очень рада тоже оказаться. Было очень непривычно видеть блокпосты. Много военных, много дорог, которые, кажется... Ну, это же обычный спальный район, обычная дорога идёт. Вот у нас тут, недалеко на районе, остановка автобусная. До сих пор там стоят бетонные заграждения, блокпосты с небольшими окошками для оружия. Всё в сетках, которые много кто плёл, волонтёрил все эти месяцы. Короче, это до сих пор удивляет, что всё это до сих пор в городе. Ну, и не только в городе. После 24 февраля, ну, как бы человек, он же быстро ко всему привыкает, и как бы ты входишь в какой-то ритм, как будто бы это обычная жизнь. Но какой из дней тебя снова, как 24 февраля, выбило с колеи, и что происходило? Ну да, я, наверное, уже к концу лета, к осени ловилась даже на мысли о том, что, ну, тут были какие-то единичные взрывы, там что-то слышалось, или там ракеты какие-то пролетающие, это было страшно. Я понимала, что я не помню, как звучали уже взрывы 24 февраля. Я забыла этот звук, и типа, как именно мы проснулись. Я знаю, что мы проснулись, и что дальше было, но я забыла вот это ощущение и звук. Ну, и, наверное, из таких ярких дней, это вот после Крымского моста 10 октября возобновились обстрелы. Ну, это были, пожалуй, самые сильные. Ну, мы не застали Мартовского, когда тут в Киеве были танки, БТРы стреляли. Нас не было в Киеве на этот момент, к счастью. Ну, так что для нас, наверное, самое большое впечатление — это было 10 октября, обстрелы понедельничные. Я ещё помню ещё один просто день, когда тоже такое впечатление было, когда мы первый раз, когда я приехала уже в Киев, как услышали, когда ракета над нами пролетела. Вот это было... Я не слышала сам взрыв, но я слышала свист ракеты над домом, потому что она летела на левый берег, и мы живём на правом. И, ну, я тогда увидела даже её то ли свет, то ли что, услышала, как будто самолёт садился на крышу нашего дома. Я думала, это уже в нас летит, всё, мы там просто вскочили с кровати. Эта реакция была уже гораздо быстрее, чем 24-го. Сразу спрятались. Вот этот день тоже был такой запоминающийся. Вот сегодня снова понедельник. Даже тревожно, спокойно ожидали другого. К сожалению, у нас такая странная реальность, что мы с тобой договариваемся на интервью, и, получается, мы списываемся, договариваемся на понедельник, но, типа, делаем скидку. Если не будет понедельничных обстрелов. Да, если не будет понедельничных обстрелов, что это как бы уже как название. Потому что последние три понедельника были тревоги, обстрелы. Это было... Ну, не три, даже больше. Сколько? А ты можешь рассказать вот про самый этот понедельник, первый понедельник, который был только? Что происходило? На выходных в субботу, по-моему, произошёл подрыв Крымского моста 10 октября. Передохнув на выходных, видимо, и начав рабочую неделю с понедельника, российская армия решила нанести многочисленные удары по Украине. И началась тревога с самого утра. Мы уже достаточно привыкли к тревогам, и там утро начиналось достаточно обычно для нас. Там что-то готовили завтрак, что-то ещё. И просто начинаем слышать взрывы. А такого не было уже давно, и это очень отрезвляет. Потом начинается ещё и ещё. Мы там начинаем смотреть новости, где что происходит. Понимаем, что это вообще в центре Киева, а у нас там недалеко работа. Я понимаю, что ПВО и так делает всё возможное. Вообще спасибо им огромное. Но казалось, что в центр невозможно попасть, в общем. И вот эти удары по центру просто поразили. Прямо машины едут. И теперь каждую тревогу ты думаешь, вот я сейчас тоже еду в машине. Я могу оказаться в новостях. И это так... Такого давно не было. Это очень отрезвило, напугало. И была целая серия взрывов. После первых пошли в ванну. После где-то шестого мы уже пошли в подвал. Мы хотели выйти и увидели в окне, что у нас уже дым поднимается на горизонте. То есть впервые мы могли видеть взрывы уже из своего окна. Думаем, ну нафиг. И пошли вниз. А что делали в подвале? То есть как вы этот день проводили? По-моему, это всё продолжалось часа четыре, пять, шесть. Не помню точно. Но мы с собой взяли там термос, карты игральные. Сначала мы все сидели, мониторили новости, что происходит. Там связывались с близкими, в разных городах, потому что не только это в Киеве происходило. Ну, потом мы просто начали играть в карты, так как связь всё равно не очень в подвале. Там было много детей, к тому же. Они тоже потихоньку сползлись, начали с нами играть. Можно с вами, можно с вами. Вот. Ну и, в общем, как-то так провели время. Ну, после этого, как бы, как я понимаю, эта серия таких перелётов продолжается с какой-то периодичностью. Ну, это и в Киеве, и по всей Украине. В принципе, очень много городов, которые раньше, наверное, не были так повреждены. Очень много по Виннице прилетело, там большая станция энергетическая, там было много ударов. Не помню, в разных западных городах ровно было. Вот. И каждый раз энергетически... Там смотришь новости, там такие пожары большущие, такие разрушения. Каждый раз как-то просто герои энергетики возобновляют, возобновляют всё. Так что, я думаю, те перебои со светом, с электричеством, которые есть сейчас, это достаточно мизерные последствия, нежели те, которые могли бы быть. Давай с тобой, раз мы уже начали говорить про это, мы, получается, с тобой договаривались на интервью, но специально с тобой обговорили время, потому что у тебя ровно в три часа отключается электричество в доме, да? Не знаю, как пойдёт, ровно будет или нет. Как ваш быт сейчас строится с вот этими ограничениями? Ну, сейчас мы проходим офигенные личностные тренинги на тему того, что ничего нельзя откладывать на потом или на завтра. Это просто невероятно работает. Сначала пробовали лениться и что-то откладывать. Например, там, сейчас вечером, ну, это всем, наверное, знакомо, сейчас вечером я не хочу мыть голову, ложиться с мокрой головой. По-моему, утром. Но, как оказалось, утром может не быть возможности. И, типа, теперь ты делаешь всё, как только тебе понадобилось. Или, вот, например, сейчас есть графики отключения света. Не везде они работают. Где-то отключение абсолютно хаотичное. Всё зависит от района, от того, к какому месту район подпитан. Даже в Киеве, во всех районах всё по-разному. Где-то, я бы сказала, даже света чаще нет, чем он есть. Там буквально на несколько часов его включают. Где-то до сих пор нет воды, какие-то перебои. Вот, то есть всё очень по-разному. Но нам, нашему дому, повезло. Сейчас у нас хотя бы чуть, ну, ближе к графику идёт. Поэтому я могу точно знать, что вот через час у нас должны отключить на 4 часа. И так с периодичностью каждые 4-5 часов его включают и выключают, включают и выключают. В Киеве все проживают очень разный опыт сейчас. Вообще, это настолько всё индивидуально и по-разному у всех. Потому что у кого-то совсем не отключается свет. Кто-то подпитан каким-то стратегически важным объектом. У кого-то он, вот, как я сказала, почти не появляется. У кого-то по графику, у кого-то не по графику. Всё очень по-разному. Не люблю, когда говорят, что это отключение света, потому что, ну, не свет самое главное в этом. То есть это отключение именно электроэнергии. И это не просто ты сидишь в темноте и расстраиваешься из-за этого. Это ты сидишь без света, без электричества. То есть тебе не чайник подогреть, у тебя холодильник постоянно отключается, еду не приготовить, если ты, опять же, заранее не позаботился об этом. Компьютеры у всех, ну, многие работают удалённо, условно. Это разряжается батарея, разряжается телефон. Там надо заряжать все пауэрбанки, как только появляется электричество. И в это время ещё, так как отключаются роутеры, вай-фай, очень большая нагрузка на мобильный интернет и связь просто ужасная. Всё, короче, там ни с кем не созвониться, нормально не в интернете побыть. Работать сложно в таких условиях, если ты с ноутбука, ну, как я, например. В целом, происходит же так не то, что у вас просто нет электроэнергии или воды, а то, что ещё параллельно, а всё равно постоянно происходит тревога и обстрелы продолжаются. Регулярно, ну, почти каждый день воздушная тревога или ночью. Это обычно занимает от часа и больше. Тоже, опять же, все по-разному. Кто-то прячется, кто-то не прячется. И продолжаются обстрелы. Да, особенно стрёмно, когда ты во время тревоги в городе где-то по делам или ты едешь в машине в это время, как-то до конца всё равно не веришь, что тебя может зацепить. Ты же главный герой своей жизни. Кажется, что всё это только в новостях, наверное, с другими случается. Но всё равно пугает, конечно. Но при этом какая атмосфера в городе? Вот ты, я как понимаю, часто выходишь там, продолжаешь как бы ходить на тренировки, ты ездишь по своим делам, Антон ездит по... Не потому что не отвлекаться от этого, невозможно, потому что можно очень в депрессию впасть, если думать только об этом. Мы стараемся жить, как бы хоть как-то разнообразно, тем более дома часто нет света, хочется куда-то выбираться, там, где он есть. Конечно, это многим усложнило жизнь электричества. Опять же, многие бизнесы сейчас подстраиваются под это. Отключился вот свет в кофейне. Всё, электричество отключилось, не работают кофемашины, кофемолки, не ловит связь, терминал, чтобы рассчитаться. И вот все выкручиваются как могут. Кто-то просто за наличку распродаёт десерты с витрины, кто-то заранее в термосе чай набирает, наливает только чай во время тревоги. Ну, то есть, кто на что гораст. Кого-то не отключают. Вот вчера видела в сторис у кого-то. Ребята пошли в ресторан, и там тоже отключился свет. Ну, весь зал сидел при свечах просто. В целях экономии электроэнергии по вечерам тоже везде всё отключено. И город, конечно, совсем по-новому выглядит. Наверное, многие видели фотографии в СМИ ночного вечернего Киева, как всё темно, как всё не освещено. И когда ты вечером выходишь на улицу, а сейчас ещё раньше темнеет, это выглядит так жутко. То есть, ни один фонарь не светится. Я как-то вечером пошла в магазин и поняла, что без фонарика я тупо споткнусь сейчас где-то. На машине тоже ездить сейчас надо осторожней, потому что, опять же, вдоль трасс нет освещения, там ближачих полицейских не видно. Ну, какие-то такие моменты. В общем, всё так внимательно. Ты говоришь, идёте в магазин. А в магазине как всё продаётся тогда? Или в магазине есть электричество? А не на генераторе? Ну, надо искать, где есть. А, то есть ещё не в каждый магазин пойдёшь? Ну, типа да. То есть, это к тому, что надо заранее покупать всё, получается? Ну да, это разумеется. Тебе надо всё покупать заранее. Если ты пошёл, то это какая-то хотелка, наверное. Многие застревают в лифте на эти четыре часа. Я видела в новостях, что в некоторых домах люди такие коробки размещают в лифтах с фонариками, с какими-то перекусами. О, как мило. С таблетками успокоительными. С чем-то тёплым, типа пледиком. Вот. Ну, потому что, опять же, это не всегда по графику. И это всегда лотерея. Ну, ладно там, если кто-то ленится, а кому-то это действительно тяжело, подниматься по лестнице. Там, люди пожилые. Ты рассказывала ещё, что ты же делаешь макраме, помимо своей работы. И у тебя был заказ к открытию одного ресторана. То есть, получается, что при этом бизнес продолжает как-то развиваться и открывать новые точки и рестораны? Да. Да вообще, жизнь очень сюрреалистична сейчас. Может показаться, когда в СМИ освещаются сплошные обстрелы и всё такое, что всё действительно ужасно. Ну, так и есть, да? Но при этом мы себе можем позволить ходить в рестораны, когда всё хорошо и нет тревог. Мы там уездим в бассейн на выходных. То есть, мы хорошо отдыхаем. Но при этом потом мы возвращаемся и едим консервы, потому что не успели приготовить еду до этого. Ну, то есть, вроде как тут же реальность с подвалом, с консервами, с отключением света, с нагревами воды. И тут же мы вроде как живём старую жизнь, шопимся, ходим в рестораны. Это всё так совмещается. Да, ну и, конечно, люди, бизнес продолжает работать. Тут очень много людей уже вернулось в Киев. Просто если зайти в метро, там всегда час пик. Как в ТикТоке? Что теперь? Ничего не делать из-за этого. Хочется продолжать жизнь, хочется продолжать работать, открывать новые заведения, новые бизнесы, расширяться. И, собственно, я как раз делала макраме к открытию нового бара. Ну да, сроки были сжаты, и надо было... То есть, у меня не было времени, сколько хочу, надо было успеть к открытию. А отключений света было много, тревог много. И это были те тревоги, когда было страшно, и я спускалась поэтому вниз. То есть, у меня это тоже всегда по-разному. Вот. И, короче, надо было торопиться, и много я доделывала с фонариком, без света. Просто как шахтёр ходила с налобным фонариком и что-то там навешивала. Ты уверен, что у тебя тоже это по-разному? То есть, реакция на обстрелы и всё остальное. Как вот в целом ты себя сейчас чувствуешь? Я не знаю. Вот меня многое спрашивают, как дела, да, там, те, кто здесь не находятся. Я не знаю, что на это отвечать. Ну, вроде, вот прямо сейчас, но нормально. Ну, я сижу, всё хорошо, тревоги нет. Живу хорошо, там, на тренировки хожу, как ты говоришь. Но, реально, день от дня это всё по-разному. Могу какой-то вечер сидеть, грустить и думать, что за вообще ужас, несправедливость. В другой день я занята работой, мне на это всё равно, у меня всё хорошо. Сейчас ещё просто осень, конечно, хандра такая, началась серость, пасмурность. В целом нормально, мы ко всему уже привыкаем, подстраиваемся. То есть, это поразительно, как психика адаптируется, под всё. Да, ну, потому что, если об этом только постоянно думать и бояться, пугаться, тревожиться, ну, так реально, можно с ума сойти. Без каких-то, ну, хочется двигаться и чувствовать себя живым человеком, а не забившимся в угол. И хотелось бы тебя, как очевидца, как человек, как россиянке, который сейчас находится в Киеве, спросить некоторые вопросы. Вот по телеку рассказывают о том, что в украинской армии воюют только наёмники и наркоманы. Знаешь ли ты или там твой муж людей, которые воюют в украинской армии и кто они? Ну, то есть, я не имею в виду имена, в смысле, кто они в обычной жизни и так далее. Да, конечно, у нас много знакомых пошло в армию. Пять человек вспоминаются. Я думаю, если поднапрячься, гораздо больше вспомнится. Много кто пошёл, много кто добровольно пошёл. Наши ровесники, есть те, кто младше. Наверное, самый младший из наших знакомых это 24-летний друг наш. Все суперадекватные, добрые люди, которые желают мира своей земле и знают, что отстаивают его. И которые нашли в себе силы. Господи, спасибо им большое пойти на этот смелый шаг. Эти люди, кстати, говорили на русском изначально, когда всё это началось. То есть, с русским языком тоже тут проблем не было. Все, кого я знаю, кто пошёл в армию. Кто-то до сих пор говорит на русском там. Кто-то уже перешёл на украинский. Но изначально все говорили по-русски. Так как в Киеве много кого было русскоговорящего. Вот, да, кстати, к этому вопрос, что ты вот россиянка, которая теперь говорит и на украинском, и на русском. Но есть стереотип, ну, есть стереотип об вот этом миф в пропаганде, что россиян убьют на улице или за русскую речь побьют. Вот, как ты выходишь на улицу? Ну, уж не знаю, как сейчас, кого там убьют, не убьют. Конечно, такого нет. Очень много, кто говорит по-прежнему по-русски. Очень много, кто в Киев переехал сейчас, переселенцы с восточных частей Украины. И по-прежнему кому-то комфортнее говорить на русском. Кто-то действительно сейчас острее реагирует на русскую речь, и это абсолютно понятно. Ну, я выхожу спокойно и практически всегда говорю по-русски. Давайте так, все люди по-разному воспринимают войну, военные действия. Я не знаю, кто что пережил за это время. И для некоторых людей ну, это триггер уже действительно русская речь. Но такого не было до этого. Ну, так как люди слушают разные новости, разные источники информации, и для многих из России ты как бы единственный, наверное, знакомый человек. И в целом, что тебя пишут поэтому в соцсетях старые знакомые, близкие? То есть, с какой реакцией ты сталкиваешься вот именно сейчас? Большинство знакомых, близких, кто находится в России или кто выехал за ее пределы во все это время. Они по-прежнему поддерживают меня, Украину, нас. Многие близкие осуществляют различные формы протеста, назовем это так. Как могут, в общем, показывают, выражают свое мнение. Кто может себе позволить, кто уехал, например, навсегда? Кто-то пишет о войне в соцсетях и говорит, озвучивает всяческие вещи, которых многие не знают в России. Кто-то пытается протестовать в России из моих знакомых, открытые формы протеста ведет. То есть, все по-разному себя ведут, но до сих пор, конечно же, находятся, хотя я не знаю, почему эти люди не отписались условно от меня за 8 месяцев, за 9 месяцев. Что-то вроде там 10 октября мы сидим в подвале, супер страшно, взрывы, и пишут, ну, было же очевидно, что после Крымского моста будет ответочка, разве нельзя было заранее куда-то уехать? Просто ты думаешь, что? И тому подобные вещи какие-то, типа, ну, разве это не заслужено? Ну, опять же говорю, большинство моих знакомых, к счастью, поддерживает нас и понимает все происходящее. Некоторые мне, наоборот, даже пишут, типа, хорошо, что там есть ты, которую мы лично знаем, кто переехал на... кто переехал в Украину еще до этого, и мы тебя знаем, ты адекватный человек, и то, что ты освещаешь, мы знаем, что этому можно верить. У многих после войны испортились отношения в семьях, потому что там, не знаю, более старшее поколение смотрит там телевизор и так далее. Как у тебя в семье? В моей семье все ближнее окружение меня поддерживает, поддерживает Украину и ждет скорейшего мира на этой земле. Никто не желает того, что происходит сейчас, вот, но есть те, кто, ну, это более старшее поколение, как ты и сказала, то есть бабушки плюс, кто там до сих пор верит во что-то телевизионное, в новости с первых каналов. Ну, больше удивляет, когда это не бабушки, больше удивляет, когда это кто-то из молодых, из ровесников. Ну, до сих пор есть те, кто, не хочу говорить, кто именно из моих знакомых, но до сих пор есть те, кто рисует плакаты, развешивают под покровом ночи, там, где-то на трассах, на каких-то зданиях, антивоенные, антиправительственные плакаты. Их, ну, их срывают буквально там за несколько часов, там, можно пройти, проверить, там, через какое-то время этих плакатов уже нет, но эти люди их пишут заново и заново, вот, в разных местах вешают, разбрасывают листовки в почтовые ящики о войне с какими-то фактами, распространяют информацию как могут. Ну, и, насколько я знаю, для многих, кто против войны, это очень ободряющий факт увидеть что-то подобное. Спасибо, Полин, что уделила нам драгоценное твое время, пока не отключили электроэнергию, что у нас была связь. У тебя, получается, скоро три часа и по графику выключат свет. У тебя надо еще... 15 минут, чтобы сделать кофе и разогреть еду скорее. Хорошо, я тебя отпускаю кушать, очень скучаю по тебе и спасибо, что поговорила с нами. Я бы очень хотела вас с радостью принять в гости, если бы не все эти тревожные ситуации. Тоже по всем скучаю. Хотела сказать спасибо всем вашим подписчикам, потому что многие после первого нашего интервью писали в комментариях добрые слова, поддерживали, что-то спрашивали. Это очень приятно. Большое вам спасибо. Все, что интересно, можете писать, спрашивать, я читаю комментарии. Да, Полина часто читает комментарии под всеми роликами и вступает в общение, поэтому пишите, Полина ответит, если будет электричество. Мне было очень важно записать интервью, чтобы осталось в истории, в записи, то, как Полина, моя лучшая подруга, живет сейчас. Пожалуйста, подпишитесь, не забудьте, и поделитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнали подробнее, не только из новостей, а личной истории людей, то, что сейчас происходит. Спасибо, что досмотрели до конца, и если вы хотите поддержать Полину, у нее есть магазин макраме, которых она делает, можете заказать любой, который вам нравится, или написать Полине, она подберет что-нибудь под ваш интерьер. Пожалуйста, ссылка в описании, если хотите украсить свой дом и поддержать Полину, переходите по ней и заказывайте. Спасибо, что досмотрели, берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok